Это программа Гость Студии. Сегодня мы вновь говорим о борьбе с коронавирусом в нашем регионе. В студии со мной главный внештатный инфекционист Минздрава области Кристина Ромазанова. Кристина Христофоровна, здравствуйте. Здравствуйте. В нашем регионе количество больных коронавирусом уже больше 800. С каждым днём число заболевших только растёт. Мы подходим к пику? По-видимому, да. На сегодняшний день на территории Саратовской области зарегистрировано 876 случаев коронавирусной инфекции. Новых случаев за последние сутки зарегистрировано 41. Показатель заболеваемости на территории области составил 36,2 на 100 тысяч населения. Среднероссийский показатель составляет 113,7 на 100 тысяч населения. Если брать районные области, то у нас лидирует по заболеваемости Ершовский район. Там показатель заболеваемости составляет 314 тысяч на 100 тысяч населения. Далее идёт Болтайский и Перелюбский районы с показателем заболеваемости 211 тысяч. Далее идёт Аткарский район 196 тысяч и Краснокутский район 136 тысяч. Остальные районы области, вовлечённые в пандемию, показатели заболеваемости ниже среднероссийских данных. Если рассматривать возрастную структуру заболевших на территории Саратовской области, то 76 человек – это дети. В процентах это около 9% от всех заболевших. Основной удельный вес принадлежит лицам в возрасте от 45 до 59 лет. Они составляют в структуре заболеваемости 38%. Лица 60+, составляют около 20% среди заболевших. И лица 80+, 4,4% от всех заболевших. Необходимо также отметить, что случаи коронавирусной инфекции зарегистрированы у 7 беременных женщин. По пути распространения коронавирусной инфекции на территории области 116 случаев – это завозные случаи. 15 из них завезены к нам из-за рубежа. И 101 случай – это Москва, Московская область. И 760 случаев – это пациенты, которые никуда не выезжали за пределы области. Из всех зарегистрированных 157 человек уже выздоровели на сегодняшний день. То есть, в принципе, если говорить по России в целом, то у нас вполне такая нормальная статистика. Ну, если не брать вот эти 5 районов, то да. На территории города Саратова показатели заболеваемости совсем невысокие. Где сейчас делают анализ на коронавирус в нашем регионе? В настоящее время, в общем-то, действительно расширился список показаний для обследования на коронавирус. Открываются лаборатории в большем количестве, чем это было ранее. И сейчас люди обследуются по эпидемиологическим показаниям. Это лица, которые вернулись из-за рубежа или из другого города в течение 14 дней до момента обращения. Обязательно обследуются лица, кто контактирует с людьми, которые находились под наблюдением по коронавирусу, вернулись откуда-нибудь и затем заболели. Безусловно, обследуются контактные лица. И по направлению медицинского работника также производится обследование пациентов с респираторными заболеваниями. В обязательном порядке обследуются лица, вернувшиеся в Российскую Федерацию с признаками респираторного заболевания. Обследование, контактные больные, контактные с больными люди. Обязательно обследуются больные с внебольничными пневмониями. Лица старше 65 лет, если у них есть признаки респираторного заболевания. Медицинские работники, которые имеют риск инфицирования коронавирусом, раз в 7 дней обязательно. При появлении первых симптомов заболевание незамедлительно. Лица, проживающие в учреждениях закрытого типа и персонал их обслуживающих, обслуживающие при появлении симптомов респираторного заболевания, также незамедлительно обследуются. Поэтому расширился круг показаний, стали больше выявлять коронавирусные инфекции. Ну и вот этот вот всплеск, 98 случаев в предыдущие сутки, скорее всего, связано, что в празднике, может быть, помедленнее была диагностика. И поэтому вот получили такую цифру. Далее посмотрим, как будет развиваться событие. А скажите, какой период времени проходит с момента подозрения человека на коронавирус до восстановления диагноза? От момента взятия материала, от подозрительного или больного человека до получения результатов, но в среднем сутки, здесь необходимо учитывать, что нужно взять мазок, доставить его в лабораторию, обработать соответствующим образом. И сама постановка реакции вот этой ПЦР, она тоже занимает где-то 4-5 часов. Поэтому, ну, сутки, с учетом всех факторов, мы уже знаем результат. То есть, в принципе, оперативно. Просто, насколько я помню, раньше, когда анализы доставляли в другие города, этот срок затягивался, естественно. Да, раньше мы все анализы направляли в референс-центр. И это занимало достаточно приличное количество времени. И мазок делали также параллельно в Саратове, но результат не имели права дать, пока не будет подтверждения референс-центра. Сейчас эти процедуры заметно ускорены. На базе городских больниц персонал лабораторий прошел обучение в институте микроб. Получили сертификаты по постановке анализов. И, в общем-то, открылись лаборатории и в 10-й горбольнице, и в 2-й городской больнице, и в 5-й детской инфекционной. Также Роспотребнадзор выполняет анализы, институт микроб. Смотрите, еще интересно, знаете, какой вот вопрос? Как врачи определяют, кого отправить в госпиталь, в больницу, а кому можно, ну, так скажем, перевалить, переждать болезнь дома? Ну, врач приходит к пациенту, допустим, обращается пациент в поликлинику, либо в скорую помощь, соответственно, выезжает медицинский работник, либо приходит участковый врач, он собирает анамнез, жалобы пациента и его осматривает. Соответственно, на основании этого он может понять, в какой форме болеет человек. Если у пациента легкая форма заболевания, то его можно оставить на домой, амбулаторно обследовать его на коронавирус. Если же есть показания для госпитализации, а это, в общем-то, признаки респираторного заболевания, плюс поражение легких, в частности, пневмония, то это обязательно госпитализация в стационар. То есть в зависимости от формы тяжести решается вопрос о госпитализации. Ни в коем случае не имеет смысла госпитализировать контактных лиц в медицинские учреждения, поскольку симптомов никаких нет. Действительно, у них вирус выделили, он был в контакте с больным. И фактически, ну, скажем так, здоровый человек закрывается в медицинском учреждении. Это приводит достаточно к негативным реакциям со стороны самого пациента. И, конечно, место занято на 10-12 дней. Ну, как раз, насколько мне известно, были такие случаи, да, что пациентов привозили в госпиталь, и они там вели себя не совсем хорошо, если можно так сказать. Да, у нас госпитализация такая, контактных, осуществляется по предписанию Роспотребнадзора. Мы здесь не можем ничего сделать, мы должны выполнять эти предписания. Но пациенты не совсем это понимают, почему это так. И всю, в общем-то, свою агрессию и негатив они на медиков выражают. Поэтому угрозы поступают с жалобами во всевозможные инстанции после выписки. Поэтому не хотелось бы этого. Очень большая нагрузка ложится на врачей. Сколько человек в нашем регионе оказывает помощь больным коронавирусом? Я могу сказать про стационарное звено, про те учреждения, которые работают сейчас как коронавирусные госпитали. Это шесть учреждений на территории области, включая Балакова и Балашов. Но в среднем стационарное звено обслуживают примерно 600 человек, 600 медицинских работников в сутки. Но здесь необходимо помнить об амбулаторных учреждениях, которые не только и в саратовские поликлиники, но и учреждения области. Поэтому это число, конечно, в несколько раз больше будет. Как строится рабочий день медицинского персонала в условиях пандемии? Он чем-то отличается от штатных ситуаций до коронавируса? Безусловно, отличается работа от штатной ситуации. В обычное время есть заведующее отделение, есть несколько врачей, которые в отделении ведут палаты, закрепленные за определенных больных. И нагрузка в 2-3 раза меньше, чем сейчас. Сейчас ввиду того, что работаем в защитной одежде и долго в ней работать невозможно из-за того, что перегревается человек, недостаток кислорода из-за респиратора. В общем-то, тяжело дышать в респираторе целый день. Поэтому созданы бригады, которые включают в себя несколько врачей, несколько медсестер и младший медицинский персонал, которые работают либо в красной зоне, другой в зеленой зоне. Потом эти бригады меняются. Если говорить о средствах индивидуальной защиты, наши врачи сейчас обеспечены всем? Да, обеспечены. Особенно, если речь вести о госпиталях, которые сейчас развернуты под коронавирусную инфекцию. То есть это и специальные костюмы, и маски? Да, защитные костюмы, маска, респиратор, очки обязательно, перчатки. То есть то, что показывают по телевизору, в других городах, что происходит, то же самое у нас. Мы защищаемся. И потом самое главное – правильно снять эту защитную одежду, чтобы себя не заразить. Но мы каждые 7 дней проходим обследование, пока среди медработников заражение не зарегистрировано. Сейчас работают врачи всех специальностей – и хирурги, и гинекологи, и травматологи. Сложно, достаточно перестроиться, но тем не менее, в общем-то, с этим справились. Сейчас во многих городах России, также и в Саратове, и на улицах есть билборды, где врачей называют героями. Вот такая помощь тем, кто борется с коронавирусом, специалистам нужна? Это как-то, я не знаю, мотивирует, подстегивает? Приятно это? Ну, безусловно, это приятно. И я знаю, что общественные организации в настоящее время собирают средства, обеспечивают медицинских работников питанием, скорую помощь обеспечивают питанием, какие-то учреждения. У нас вторая городская больница, также врачи обеспечиваются горячими обедами, а кто проживает в общежитии комплексными обедами. За это, конечно, большое спасибо всем предпринимателям, кто в этом участвует, общественным деятелям. И, безусловно, поддержка очень важна, поскольку врачи попали в очень сложную ситуацию. Помимо того, что я повторюсь, что приходится заниматься не по своему профилю, лечением пациентов, и все равно существует ответственность за жизнь человека, должны выполнить это хорошо, чтобы пациент выстрелил. И, конечно, нагрузка максимальная, то есть, опять же, не 15 пациентов, а 40-50 на одного врача в смену. И это очень тяжело. И хотелось бы, в общем-то, обратиться и к пациентам, и к их родственникам, чтобы уважительно относились к медицинским работникам. И если не разрешается выписка, и причина в том, что не разрешилась пневмония, но при этом человек себя прекрасно чувствует, ну, нужно потерпеть как-то. Это не повод для агрессии и негатива. Потому что все в сложной ситуации, и врачи, и пациенты. Потому что пациенты не привыкли к такому режиму работы больниц. Врачам тяжело и физически, и морально так работать. На ваш взгляд, что нужно сделать, чтобы количество заболевших коронавирусом в нашем регионе снизилось и пошло на спад? Ну, я считаю, что это в первую очередь должны быть меры самосознания и понимания серьезности проблемы. Безусловно, на самоизоляции невозможно ее долго продолжать. Все равно придется вводить какие-то послабляющие меры, выводить людей на работу и открывать магазины, парки и так далее. Но каждый человек должен осознавать, понимать, как ему не заболеть самому и не заразить окружающих, не заразить своих родственников. Вот это вот в первую очередь. Безусловно, если вышел, допустим, на прогулку недалеко от дома в одиночестве, и на улице никого нет, то в этом ничего страшного нет. Но если идешь в общественное место или на работу идешь, на работе находишься с людьми, то обязательно применение средств защиты, в первую очередь ношение масок и обработку рук средствами, либо мытье рук. То есть, на ваш взгляд, в принципе, все равно уже надо выходить из самоизоляции? Ну, как вы считаете? Ну, здесь я считаю, что дальше, наверное, невозможно продолжение самоизоляции. Уже достаточно долго она длится. Тогда такой вопрос, наверное, самый главный. Когда закончится пандемия, на ваш взгляд? Ну, пандемия, сложно сказать, когда закончится, поскольку моделей несколько. И сингапурские ученые составляли модели, по которым они сначала одну дату ставили, теперь уже она отодвинулась. Дело в том, что было разобщение и школьников, и рабочих коллективов. И, естественно, заболеваемость в связи с этим еще немножко продлится, поскольку люди сейчас начнут выходить на работу, посещать, допустим, общественные места более массово, то какое-то время, ну, может быть, месяц, может быть, несколько месяцев все равно еще будут случаи заболевания регистрироваться. То есть, в принципе, все равно человек должен переболеть коронавирусом, может быть, в легкой форме, да, чтобы получить иммунитет? Или не обязательно? Можно и так пережить? В любую эпидемию должно переболеть как можно больше народу. В идеале это где-то 90-95% населения, чтобы, в общем-то, все это закончилось. Но, опять же, вот эти меры самоизоляции, они были очень хороши, и это позволило сдержать рост заболеваемости. И все-таки медицинская помощь оказывается достаточно эффективная и квалифицированная. То есть, не было такого потока больных, как вот в других странах, например, что там поступали тысячами, тысячи больных, поскольку, конечно, все больницы, которые есть у нас на территории Саратовской области, большого шквала больных, ну, сложно. И в организационном плане, и медицинские работники, ну, их просто мало у нас. Сейчас во всем мире еще опасаются и второй волны коронавируса. Вот это тоже реальное такое повторение сценария или нет? Или, опять же, это все зависит от того, как в каждой стране проводятся какие-то мероприятия по борьбе с коронавирусом? Ну, сложно сказать насчет второй волны. Дело в том, что коронавирусов много вообще в природе, и поэтому что будет, неизвестно. И лучше не загадывать. Спасибо, что пришли к нам сегодня в студию, так подробно отвечали на наши вопросы. Я напоминаю, что сегодня мы говорили о борьбе с коронавирусом в нашем регионе. Выпуски программы «Гость студии» можно посмотреть на нашем сайте saratov24.tv или на YouTube-канале Saratov24. В этой студии мы продолжим общаться с руководителями региона, чтобы узнавать, как проходит борьба с пандемией в нашей области. Я с вами прощаюсь. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова